Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP Вся дополнительная информация в описании Как вы, наверное, можете знать или можете не знать Обычно я обсуждаю новости, которые мне особо-таки не интересны Я их обсуждаю просто потому, что я вот где-то в новостном издании увидел Что вот эта вот новость, она собрала достаточно много просмотров у поста И я понимаю, что ее вот нужно обсудить для того, чтобы собрать вот какие-то просмотры Вот с этой вот, со всей новости Плюс ролики у меня должны выходить каждый день в 20.00 Поэтому тем более я берусь практически за любую новость Даже если она мне не интересна и стараюсь смотреть на нее под определенным углом Но давайте перед тем, как я начну вам рассказывать о новости, которая мне интересна Которая вот прям вот открывает нашу новую неделю Новую неделю вот этих вот всех новостей и моих рассуждений Я бы хотел вам сказать только одно Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов При достижении вами пятого игрового уровня Все это находится в описании под данным видеороликом Вы можете зайти, можете оставить там комментарии в комментариях С тайм-кодом пропуска рекламы Но все, кто так делает, знаете, я вас не особо люблю Я вас, знаете ли, не особо люблю Но тем не менее, вы поднимаете статистику видеоролика по комментариям Поэтому я вас нейтрально люблю Нейтрально, вот прям, знаете, вот без какой-то особой страсти Без каких-то особых чувств Вот просто я вас как-то нейтрально люблю Потому что, ну, вроде как, вы забираете у меня деньги Ну, вроде как, вы своей вот этой вот активностью приводите других людей Ладно, в общем-то, Посейдон опять немного погорячился с водой в видеоролике Прямо в самом начале, однако ладно, давайте сегодня мы пообсуждаем одну достаточно интересную тему лично для меня. Вообще изначально, когда я только вот начал знакомиться со всей вот этой вот мобильной индустрией GTA Samba, вот этого вот всего Samba Mobile и всех прочих вещей, я всегда думал, что вот есть какой-то один клиент вот этого вот всего Mobile, с которого можно заходить на абсолютно любой проект. И я думал, что этот самый клиент называется Samba Mobile, а оказалось, что Samba Mobile это сервер для мобильной версии GTA San Andreasen от небезызвестного Андрея Цукрея и вот всех прочих людей. Не знаю, он ли создавал этот проект, он ли там как-то все с этим делает, возможно, что он просто какой-то там знаете ли амбассадор, пиарщик и так далее, но я во все эти детали особо не вникал, поэтому, ну давайте как-то вот немного по-другому мы посмотрим на всю эту тему. Дело в том, что проект под названием San Tropez, достаточно смешным немного таким, знаете ли, незаурядным названием, однако ладно, не мне говорить о каких-то названиях человеку с названием канала ZDSM, хотя оно в принципе неплохое, такое, знаете ли, брендовое, легко запоминается, но неважно, ладно. А дело в том, что проект San Tropez в ближайшие там две недели или около того, по информации от моего любимого журнала, который я читаю на регулярной основе практически каждый день и рекомендую его читать вам, сам World, даже вот сейчас не стыдно вам его порекомендовать, потому что, ну, это действительно один из лучших, если не лучший журнал в GTA San Andreasen, я с ними было такое, что, наверное, сотрудничал или не сотрудничал, в общем-то, просто я общался с ребятами, конкретнее, с главным редактором, он мне показался достаточно адекватным, хорошим, нормальным человеком, и вот прям мне понравилось в каком-то, я не знаю, в каком-то общении с ними, мне всё вот это вот понравилось. Так вот, дело в том, что мобильный клиент GTA San Tropez, или мобильный сервер, я не знаю, у них есть и сервер, и клиент, поэтому я даже не знаю, как о них можно выражаться. Так вот, они открывают уже свой третий сервер, и понимаете, в чём проблема? Я себе не так давно купил телефон, не буду углубляться в марки и так далее, вот этих вот всех телефонов, там, в иномарке и вот во всём прочее, и думал, что вот поиграю в GTA San Andreasen Mobile, и вы знаете, вот почему-то на стадии вот этой вот первоначальной настройки телефона, я вводил так много своих данных, потом я привязывал так много всяких аккаунтов, и вот, вы знаете, я же подумал, что Android это, ну, не особо безопасная система, это открытая система, на которую каждый энтузиаст может написать какое-то своё приложение, загрузить его либо, там, не знаю, в Google Play, либо на FOPDA, и любой человек может его установить. Дело в том, что на Android ты сам даёшь разрешение какому-то определённому приложению, и при этом, то есть, ну, ты не можешь понять, нужно этому приложению вот это вот разрешение или нет. Ну, логично, что какие-то там, я не знаю, допустим, если ты хочешь в ВКонтакте записать голосовое сообщение, логично, что ему нужно дать доступ к микрофону и вот ко всем прочим вещам, если ты хочешь там, я не знаю, фоточку какую-то другую скину, логично, что ты должен там, я не знаю, дать доступ к файловой системе, но к чему я всё это веду? Дело в том, что при установке вот этого вот всего лаунчера и так далее, ты же 100% даёшь какие-то разрешения, там, я не знаю, на просмотры какой-нибудь файловой системы и всего-всего прочего, я, опять же говорю, я не устанавливал, я ещё не играл, потому что, ну, для меня это немного, ну, странновато, плюс там вот это вот надо качать 2 гигабайта целых, и вот, ну, я прям не знаю, я вот прям не знаю, качать 2 гигабайта для того, чтобы там потом ещё расстроиться, возможно, там то, что не запустится что-нибудь, да, я знаю, что там у Сантропе целых 100 тысяч участников, целых 2 игровых сервера, на которых так, ну, плюс-минус играет около 2000 человек, опять же, я не могу ручаться настоящего, это онлайн, не настоящий, это онлайн, но вроде как, действительно, я у кого не спрошу, большинство людей, вот, с которыми я прям общаюсь, у которых там, допустим, компьютера нету, или компьютер какой-то там, знаете ли, слабый, они все, как бы, играют на Сантропе, и, видимо, действительно, это не та ситуация с Абсолют Ролиплей, когда на Абсолют Ролиплей, там, блядь, онлайн всегда как на Аризоне, а Абсолют Ролиплей знают только как о проекте с ботами, либо не знают о нем абсолютно точно никак, и вот от всего этого меня немного поражает то, как вот семимильными, буквально, шагами развивается вот эта вот вся мобильная индустрия Сампы, и вот, вы знаете, Андре Сукре, Андре Сукре, мой дорогой друг, дело в том, что он разработал свой вот этот вот самый клиент GTA Сампа, вот этот вот Самп Мобайл, и уже, знаете, зарезервировал для себя такое вот годное название, Самп Мобайл, блядь, ведь человек же, который вот, допустим, как я, при том, что я стараюсь разбираться во всей информации и так далее, просто вот захочет поиграть в Самп Мобайл, ведет Самп Мобайл, и увидит, что действительно там вот есть вот такой вот Самп Мобайл, сколько же я рассказал вот этот, блядь, Мобайл, и так далее, ну, типа, ну, ладно, неважно, и он зайдет просто охуеет от того, какой там онлайн, там, типа, 150 человек на этом Самп Мобайле играет, не знаю, многое там, мало ли, и мне кажется, что для мобильного какого-то клиента GTA Сампа это, ну, много, это достаточно много, и вы знаете, почему я еще не хочу скачивать вот этот вот самый Сантропе Ролеплей, вот этот клиент, лаунчер, все прочие вещи, несмотря на то, что скоро они открывают там уже третий сервер, а дело в том, что рано или поздно, так или иначе, резонно сделает свой мобильный клиент, который будет называться Резона Мобайл, и уже вот туда мне будет не страшно дать абсолютно все разрешения, потому что я знаю, что если Резона за что-то берется, то она делает это с умом, и, разумеется, никакие там аккаунты, и о какой-то там, я не знаю, о том, что у вас сваруют какие-то ваши персональные данные, будут там, я не знаю, использовать номера из вашей телефона и книжки для каких-нибудь спам-рассылок и так далее, в этом я прям, ну вот, я вот не сомневаюсь, что такого не будет, да, а вот Сантропен, ну я действительно, я в первый раз слышу о таком проекте, да, там многие люди советуют, да, многие люди играют, у них все нормально, но вот все равно мне немного страшно за свои аккаунты, возможно, люди-то нормально играют, потому что у них нету вот какого-то своего там, я не знаю, ютуб-канала или странички ВКонтакте там на плюс-минус тысячу друзей, а тысяча друзей ВКонтакте это неплохо, там, постики-то так тоже, ну, нихуёво собирают, поэтому, ну вот, мне вот лично непонятно то, стоит ли играть вот в это вот сам мобайл и так далее, что там вообще делать-то в этом сам мобайле, непонятно, что там на грузчиках работать во время того, как ты сидишь в школе, на парах и так далее, кстати, интересный факт, я заметил, что когда ты находишься там где-то в 8 утра в какой-нибудь шараге или там в школе или ещё где-то, онлайн на Сантропе он не приседает, наверное, потому что в школе все такие, знаете ли, там, либо на переменке, либо прямо на каком-то скучном уроке заходят и начинают вот играть вот в этот вот самый сам. И это действительно охуительно, это действительно классно, потому что я бы вот даже вместо каких-то скучных уроков в своё время я бы лучше, блять, мешки потаскал на каком-нибудь там заводе и вот более бы ничего не делал, потому что это действительно охуительно, блять. Это классно, когда ты можешь где-то там на расстоянии пофармить какую-нибудь валюту себе на аккаунт, там, пофармить себе экспу на аккаунт, чтобы это всё ещё и было классно. Ну, то есть, это охуительно, и я действительно, я обеими руками за мобильный гейминг, потому что мобильный гейминг это удобно, прошло уже то время, когда какие-нибудь там андроид девайсы, вот эти вот все андроид устройства, чтобы они вот, знаете ли, так, средняково доживали до обеда, такого уже более нету, потому что андроид девайсы сейчас делают с большой батареей, и вот прям буквально, ну вот я телефон купил, я вам говорю, его хватает на день активного использования, я и там и вконтакте что-то поделаю, я и там, я не знаю, по блютусу что-то передам, я, блять, и с NFC оплачу, я все вообще сделаю, я максимально активнейшим образом пользуюсь, и вот на день хватает, я еще и специально потом сижу, разряжаю там батарею, чтобы было 15%, можно было нормально зарядить там до фула и так далее, ну это, это охуительно, и вот так вот сидеть где-то, играть в сам, ну вы представьте, насколько это классно, это прям вот охуительно, и поэтому я всеми руками за развитие мобильного GTA-сампа, развитие мобильных GTA-самп серверов и всего-всего прочего, надеюсь, что Андрес Украя, знаете ли, инвестирует максимальное количество денег вот в этот вот самый мобильный самп, и мы получим дохуища всяких разнообразных систем, однако, ну вот я не знаю, что будет с Сантропей, со всеми другими мобильными клиентами после того, как выйдет Аризона Мобайл, как лично мне кажется, Аризона Мобайл прям вот порвет абсолютно всех и вся, однако, ничего такого жесткого, прям вот сейчас я говорить не буду, потому что я вам сейчас тут наговорю, наобещаю, а потом такого не будет, и вы придете ко мне, скажете, ой, пидорас, с Аризона Роли Плей Феникс, блять, отдавай деньги, вор, гнида, пидор, тварь, чтобы такого не было, я ничего вам обещать не буду, поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Аризона Роли Плей Феникс, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня, все это находится в описании, под данным видеороликом в описании, только не находятся ссылки, там, знаете ли, на какой-нибудь мобильный GTA сам, потому что денег не заплатили, а деньги заплатила только Аризона Роли Плей Феникс. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.